Добрый вечер! Мы сейчас готовимся ко сну. У нас в последнее время ритуал зажигать свечу и лёжа в кровати смотреть на пламя. Очень приятно, расслабляет. Сара тоже теперь просит, мама, зажги мне свечу. Я хочу спать и смотреть на пламя. Ну, не знаю, очень приятно, мне кажется. Ещё мы сейчас изучаем наш новый будильник от Филипс. У нас, знаете, это даже не будильник, это три в одном. Будильник, светильник и радио. В общем, очень прикольный будильник. Смотрите, какой у него свет. В общем, суть такова, что утром он возбудет вот таким светом, жёлтым, имитирует восход солнца, и свет рассеивается по всей комнате. Плюс ко всему, здесь очень прикольные мелодии встроенные. Вы можете их настроить, чтобы на будильнике стояло, либо радио настроить, чтобы включалась какая-то волна определённая. Свет можно посильнее, поярче сделать. Вот, поехал. О, прикольно. А вот и радио у меня. Ну, и минимум, просто. Мы сегодня вечером заполняли анкету на визу в США Сари, нашей дочки, кто не знает. И мы подали анкету онлайн. У нас в Казахстане можно детям несовершеннолетним, до 14 лет, подавать на визу онлайн. Если у родителей есть виза, либо у одного из родителей, и очень сильно с Вовой переживаем, правильно ли мы заполнили, мы всё сами делали. Давайте держать пальчики вместе. Если нам дадут визу, то я расскажу в этом видео, что мы делали, как подали, в принципе, вкратце, и какие-то мелкие подробности. Мы приехали с Сарой в Wellness Club Luxor, и здесь для детей устроили Хэллоуин. А-а-а, всё, мы Сару накрасили на праздник. Иди сюда, посмотрим поближе. Это две матовые помады от MAC. Нижняя у неё фиолетовая, верхняя розовая. И ещё палочка. Зато продержится точно весь вечер, потому что они матовые. Да? И ещё палочка. Палочка, да, тоже Сара вчера сделала её с пёрышком. Покажи, не шевели. И пока мою сладкую дочу развлекают, у меня есть время для того, чтобы принять ванну, так сказать, пойти в спа, заняться немного собой, поухаживать за собой. Я взяла с собой любимый продукт. Два продукта от Керастаз, которыми я пользуюсь для волос. Они прекрасно сохраняют цвет волос. То, что мне сейчас необходимо, так как я полублонд. Также у меня есть потрясающий гель для душа. Представляете, это масло для душа от Jo Malone с ароматом мандарина или апельсина. Просто потрясающий аромат. И я хочу показать вам классный, просто обалденный скраб от Spivac. Это фейный скраб. Очень классно скрабирует кожу. После него кожа очень-очень нежная. Я в восторге, если честно, от этого скраба. Дальше у меня есть альгинатная маска, тоже от Spivac. Я сейчас ее разведу просто с водой. Столовую ложку нанесу на лицо и буду отдыхать. Она невероятно питает и смягчает кожу. У меня после нее кожа как у младенца. Также мои любимые ампулы от Babar. Я все время пользуюсь этими ампулами. Состав у них великолепный. Ампулы бывают разные у этого бренда. И после всех процедур очень приятно нанести крем для тела с ароматом тыквы от The Body Shop. Впечатление, что я мажу тело кремом, крем-брюле. Вы не представляете, насколько сладкий, вкусный аромат. О май гад! У меня в руках документы, которые мне только что передал курьер Pony Express. Когда я раскрыла конверт, паспорт был сразу открыт на той странице, где была виза. Ребята, представляете, нам дали визу Саре в Америку на 10 лет до 2027 года. У нее паспорт раньше заканчивается, чем эта виза. Я в шоке. Если вам интересно, как мы получили эту визу с арочки, то в конце видео расскажу вкратце. Впервые в жизни буду пробовать ньокки. Это итальянские картофельные клетки. Их можно заказать на iHerb, а также продаются в магазинах европейских. Могу ссылку оставить с сайта iHerb на них под видео. Я уже приготовила лосось в сливочном соусе. Конечный результат покажу вам. И вот, что у меня вышло. Я уже попробовала. Очень вкусно, необычно. Еще я хочу добавить соус песто к ним. Наелись. Сейчас покажу вам, что же внутри моей коробочки. И дальше вы узнаете, куда мы намылились. Посмотрите, как красиво. Это мои коробочки, мои осенние бьюти-боксы. Здесь одинаковый состав у всех. Это лимитированная коробка. Каждый сезон выходит разный состав. И вы сейчас узнаете, что внутри этой коробочки. Осенний-зимний бьюти-бокс. Он получился очень красивый, яркий. Как раз таки предновогодний, предрождественский. И так получилось, что этот бьюти-бокс в этом году заключительный. Так как мы улетаем, я не успею зимой собрать для вас новогоднюю коробочку. Но я думаю, что это не страшно. Надеюсь, вас порадует моя осенне-зимняя коробочка. Она очень праздничная и с прекрасным наполнением. Я ее собирала вместе со своей семьей, с любовью, с Арочкой и Вовой. Надеюсь, она вам понравится. В начале распаковки нас встречают легендарные помады от Urban Decay Vice. Это саше из четырех ярких праздничных оттенков. Это легендарные помады от Urban Decay, которые в этом году появились в России. И я хочу, чтобы вы их попробовали. Следующий продукт в коробочке – это премиальная тканевая маска для лица с секретом улитки. Брэнда Ортия. Девочки, это очень крутая маска для лица. Она избавляет вашу кожу от стресса, напряжения, разглаживает морщинки, избавляет от шелушений. Это идеальная маска как раз-таки сейчас на осенне-зимний период. Еще один прекрасный участник моего бьюти-бокса – это французский бренд L'Occitane. Сэмплы драгоценного крема для лица, который обеспечивает тройное действие, стимулирует, уплотняет и уменьшает интенсивность морщин. А также вас ждет саше ультрапитательного крема для рук – Карите. Этот крем прекрасно питает и заживляет сухую кожу рук, особенно в зимний период. Рада, что в моей коробочке принимает участие американский бренд Smashbox, который не так давно появился у нас в Алматы. Его можно найти во всех магазинах Monomi. Вас ждет сэмпл моего любимого праймера для лица, придающего сияние, супер увлажнение. Этот праймер выравнивает текстуру кожи, уменьшает видимость пор. Я пользуюсь этим праймером практически каждый день, и я очень хочу, чтобы вы его тоже попробовали. В холодное время нам не обойтись без бальзама для губ, и вас ждет полноразмерный, популярный бальзам для губ американского бренда Beauty Bar. Этот бальзам имеет на 95% натуральный состав. Он великолепно защищает и увлажняет ваши губы, а также борется со старением. Он подготавливает ваши губы к макияжу. Мне очень нравится этот бальзам, им удобно пользоваться. Любимая полноразмерная помада от NYX Lip Lingerie. Это новиночка в очень красивом нюдовом оттенке Cabaret Show. Помада невесомая на губах, матовая. Это бессменный тренд последних сезонов. Я хочу, чтобы вы тоже попробовали этот великолепный оттенок. Он подойдет буквально всем. Как же я счастлива, что в моем бьюти-боксе находится бестселлер всех бьюти-блогеров. Это умная материя для снятия макияжа с помощью воды. Она абсолютно гипоаллергенна. Выдерживает более тысячи стирок, снимает любой макияж, любой тональный крем, тени, тушь для ресниц, подводку. У меня есть точно такая же материя. Я пользуюсь регулярно. Также мне очень нравится снимать маски для лица при помощи этой материи. Я не раз вам показывала ее в своих видео, в своих фаворитах. И я хочу, чтобы вы ее тоже попробовали. В коробочке у меня находится мини-версия. Она очень удобная. Ее удобно брать с собой. Также удобно снимать макияж. Кому-то из вас в моем бьюти-боксе попадется умная материя в черном цвете, а кому-то в розовом. Но свойства у них абсолютно одинаковые, просто разные цвета. Следующий любимчик это сэмплы премиального парфюма для волос от Керастаз Кронологист. Масло не только придает шикарный аромат вашим волосам, а также питает волосы и придает сияние. Масло это не смывается. Вы просто обалдеете от этого аромата. Я рада, что в моей коробочке есть полноразмерная тушь для ресниц от DIVAGE. Это новиночка Pump It Up. Посмотрите на эту яркую, притягивающую взгляд упаковку. Это тушь для удлинения и подкручивания ваших ресниц. Она супер черная. И, кстати, бренд DIVAGE представлен во всех магазинах Beauty Money. И бестселлер всех девочек. Сэмпл легкого увлажняющего крема для лица от Thermal от Uriage. Он увлажняет, придает сияющий вид вашей кожи. Этот крем создает настоящую термальную ванну для вашей кожи. Он прекрасно увлажняет на протяжении 24 часов. И я не могла обойтись без сухого шампуня. Это travel-версия любимого сухого шампуня Batiste. Этого флакончика вам хватит на несколько применений. Это мой must-have. Я его очень люблю. Полный размер мицеллярной воды от Paese с органовым маслом без парабенов. Это профессиональная польская косметика, которая очень популярна в интернете. В коробочке вас ждет пробник лосьона для тела от марки Palmers. Этот лосьон с оливковым маслом и витамином Е. Очень крутое натуральное масло Ши бренда Ароматика 50 мл. Это одно из лучших природных средств для ухода за кожей, волосами и ногтями. Содержит витамины А, Е, Ф, омолаживает, смягчает, восстанавливает волосы от корней до самых кончиков. Это масло можно найти в Алматы во всех аптеках Биосфера. В моей коробочке вас ждет просто огромнейшая пачка салфеток для снятия макияжа. Американского бренда Абсолют. Кому-то из вас попадутся салфетки с коллагеном, кому-то с витамином Е. Они немножко разные по составу, но бренд одинаковый, количество тоже одинаковое салфеток. Мне кажется, что состав прекрасен. Я сама влюблена в эту коробочку. Если вам интересно, как заказать такой бьюти-бокс, в описании под этим видео я оставлю всю информацию. Читайте внимательно. Я хотела сообщить о том, что доставка в Украину невозможна из-за таможен, то, что у меня есть жидкость, у меня есть баллоны. Но я хочу, чтобы вы не расстраивались. Я хочу вас обрадовать и сообщаю о том, что в Украине тоже выйдет бьюти-бокс внутри страны для жителей Украины. О составе коробочек вы узнаете немножко попозже. Я думаю, ближе уже к Новому году, в декабре, выйдут мои коробочки украинские. И я надеюсь, вам они тоже понравятся. Состав будет немного отличаться от этой коробки. Вот, так что спасибо всем за просмотр. А теперь я хочу рассказать о том, как же мы получили визу в США для Сары. Я думаю, что среди вас есть такие люди, которым интересно знать, как мы заполнили анкету на Сару, как мы получили визу на ребенка. Я буду рассказывать вкратце, чтобы вас не грузить. И давайте приступим. Мы с Вовой очень долго спорили. Вначале такое небольшое предисловие, так как есть много мифов и пугалок. Нас пугали. Говорили о том, что если у обоих родителей есть виза, и если у них есть ребенок, и они хотят подать на визу ребенку, чаще всего ребенку отказывают в визе, так как оставляют ребенка в заложниках. Нам внушили эту мысль, и так как мы такие пуганы уже несколькими отказами, конечно, мы в это верили частично, боялись. Второй миф, которым нас пугали, тоже типа были такие случаи, что у обоих родителей были визы, и они подали вот ребенку на визу, затем их вызвали на собеседование и сказали принести с собой, взять на паспорта с визами. Они принесли свои паспорта и им аннулировали визы. Типа мы заподозрили вас, что вы собираетесь эмигрировать. Я не знаю, кто придумывает эти мифы. Мифы. Анкету мы заполнили сами онлайн, и я просто один раз посмотрела пример, посмотрела вопросы, посмотрела переводы, потому что я плохо знаю английский, посмотрела, как отвечают люди. Ничего вообще сложного, все очень просто, элементарные вопросы. С кем вы летите? Вы женаты? У вас есть дети? Вопросы очень простые, стопроцентно вы на них ответите, потому что эти вопросы связаны с вашей жизнью, это нормальные вопросы, адекватные. Я читала где-то на форумах, что нужно подавать B1-B2 на ребенка. Вообще у меня B1-B2, у Вувы B1-B2, и типа говорят, что раз у родителей такая виза, то есть, соответственно, на ребенка вы тоже должны заполнять B1-B2. Место проживания. Мы забронировали отель возле Диснейленда, очень классный резорт. Там ходит шаттлбасс до Диснейленда каждый день. Вы можете бесплатно, ну то есть трансфер туда и обратно, в Диснейленд и обратно. Мы не писали, что мы едем в Диснейленд, потому что нас никто не спрашивал цель визита вашего ребенка в Америку. Мы просто указали резорт, что мы едем отдыхать, там есть бассейн, но там отель не связан с Диснейлендом. Просто он находится очень рядом, и там оттуда можно поехать в Диснейленд. Ну и вообще, если в Диснейленд не ехать, то там просто можно отдохнуть. А мы его не выкупали, мы просто забронировали. Они у меня списали счет, там, несколько сотен долларов. Мы специально забронировали такой отель, чтобы можно было его отменить без штрафа. То есть мы можем его отменить сейчас без штрафа и ничего не будет. Вова забронировал авиабилеты примерно на те же даты. Мы написали, что мы в конце ноября летим на две недели. И даты он просто забронировал авиаперелет, но мы это нигде не указывали в анкете и не прикладывали эту информацию к анкете, когда отправляли. Хочу сказать, что мы заполняли все онлайн, потом распечатали, потом просто взяли паспорт ребенка, анкету, фотографии, свидетельство о рождении и наши копии паспортов. Отправили все по неэкспресс. Сару на документ рассматривали где-то неделю. И в конце был такой вопрос, вам кто-то помогал заполнять анкету? Ну, соответственно, Саре пять лет, она сама не могла ее заполнить. Конечно, мы пишем, да, помогал папа, да, например, и там данные Сары паспортов вводятся, и фамилия, имя папы, адрес проживания. Все элементарно, вы можете с переводчиком спокойно сесть и заполнить анкету. Да, говорят такое, на усмотрение консула он может вызвать одного из родителей в собеседовании. Но нам повезло, нас не вызывали. Все, ура, аллилуйя. Саре дали на 10 лет визу в США тоже, так же, как и нам. Это просто невероятные новости. Думаю, что в декабре мы уже уедем из Казахстана, уедем в Америку. Я не знаю, на какой срок мы хотим поездить. Вы знаете, что это была давняя наша мечта, очень давняя. И в связи с этим событием я хочу устроить грандиозную распродажу вещей. Поставлю ссылку под этим видео, интернет-магазина в Инстаграм, я просто его сделаю в Инстаграм. Там будут фотографии вещей, которые я продаю, буду продавать за символические деньги абсолютно. Так что я ссылку оставлю, вы можете подписаться заранее, потому что я, скорее всего, буду выкладывать туда вещи где-то через неделю. Вот, честно, пока вам сказать ничего не могу, но скажу то, что я буду снимать влоги, буду вам обо всем рассказывать. И следите дальше за событиями. Спасибо всем. Если есть какие-то вопросы, задавайте их под видео. Касательно, может быть, визы, касательно еще чего, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за просмотр. Пока.